Музыка Здравствуйте, мы обучающиеся в видеостудии Свет, станции юных техников в городе Уфа. Сейчас мы находимся на улице Мустая Карима. В советские времена она называлась социалистической, а до революции Бекетовской. Почему она называлась именно Бекетовской? Она названа в честь Ирнины Ивановны Бекетовой, сделавшей пожертвования на восстановление этой улицы после Уфимского пожара 1821 года. Что побудило ее это сделать? Ирина Ивановна увидела сон о пожаре в каком-то городе. Она пошла в ближайшую от ее подмосковного имения Зюзина церковь и услышала от своего управляющего новость об Уфимском пожаре. Через какое-то время старушка оказывается у губернатора Наврозова с пухлым портфелем денег и предлагает ему пожертвования в десятки раз превышающие те, что были собраны жителей Уфы и Арненбурга. О, мы сестру читали эту историю в повесть Сергея Круля «Завещание помещица». Главный герой повести – молодой уфимский историк, родившийся в Уфе. Иван Бекетов узнает об Уфимском пожаре 1821 года, лишь после того, как на бывшей Бекетовской улице ночью падает в строительную яму. Находит там странный люк и невероятным образом попадает в XIX век и встречается с людьми из прошлого. К произведению он узнает о завещании Бекетовой, что улица, дарованная городу помещицей, будет жива до тех пор, пока на ней будет стоять хотя бы один дом из той давней постройки. Одна из главных мыслей повести – основной закон сохранения жизни – это сохранение исторической памяти. Сейчас мы находимся в гостях у Марины Круль, вдовой писателя Сергея Круля, того самого человека, который хранил историческую память о нашем родном городе – Уфе. Расскажите, пожалуйста, о себе и своем муже. Мы с Сергеем прожили 30 лет. За это время у нас родился сын Ярослав, ему сейчас тоже 30 лет. И все эти годы жизни я знала Сергея как очень деятельного человека, который родил за старую Уфу. Он очень любил свой город, именно старую Уфу, старые дома, название старых улиц. И в начале своей такой вот творческой деятельности, когда он занимался сочинением романсов, он начинал как композитор, это потом он стал писателем. И он отстаивал вместе с группой художников, музыкантов, небольшой группой людей, отстаивал старые торговые ряды. И, казалось бы, что может группа из 9-10 человек, которая приходила на субботники разгребать вот эти такие большие кирпичные залежи старого полуразвалившегося торгового центра торговой ряды. А вот он писал об этом в своей статье, в вечерней Уфе постоянно, каждую неделю они выходили в субботу на субботники. И он писал отчеты и призывал жителей, чтобы сохранить торговые ряды. Потому что ведь по плану уфимскому архитектору на этом месте должны быть стоять корпуса авиационного института. Должны были ряды эти быть снесены и построить серые вот эти коробки. И вот эта группа своим участием таким вот смогла сделать чудо буквально. Эти ряды не стали сносить. И пришло время, в 50-е годы, на этом месте возникли прекрасные торговые ряды, гостинный двор так называемый. А про что писал ваш муж? Ну вообще его писательская деятельность началась позже, когда у него отец художник Леонид Круль, уфимский художник. Он писал пейзажи. Когда умер его отец, то Сергей так любил своего отца. Вообще Сергей был наполнен любовью к своему краю, к городу, к родителям, к родине, к России. Очень любил Россию, очень любил русскую культуру. И вот у него было первое желание написать об отце, сохранить память, чтобы о нем узнали и другие люди. Он был очень интересный, необыкновенный, широко такой, знаете, многогранный человек. И знал очень много об искусстве Леонид Круль. И он написал о нем первую книгу «Мой отец художник Леонид Круль». И книга получилась очень интересная, она очень многих людей взволновала. И вот многие такой отзыв давали, что вот удивительно, конечно, там очень много слов об отце написано. Но прям чувствуется, как же Сергей любит свой город, уфу. Он вот именно, Сергей как бы один из первых людей, который написал в печати, в вечернюю уфе, первые слова «Я люблю уфу». Вот с него началось. Он очень много вот таких тропиночек проложил, по которым потом, по что дальше уже деятельность. Вот он призывал все время сохранить старину, сохранить старину. Надо хранить старину обязательно. Название улиц, старые дома. Но время все равно неумолимо, оно идет по своим каким-то, видимо, законам. И вот в этой первой книге, хотя она об отце, уже ощущается любовь к родному городу. Ну, эта первая книга дал толчок его творческой, писательской деятельности. Дальше уже были книги «Богомаз», потом «Девушка в синем», ну и так далее. И вот последняя книга – это повесть об уфимской крепости, последняя книга. То есть, вот как бы он начал современную Уфу, ну не современную, Уфы 60-х годов, а пришел в конце, к началу, к истокам, последняя книжка его – это истоки нашего города, зарождения нашего города. Фимская крепость. Там, конечно же, исторические личности, Ногой, который был основателем Уфы. Ну, а образы Полины и Алмаза – это, конечно, выдуманные образы. А на каком месте находилась Уфимская крепость? Уфимская крепость находилась там, где сейчас стоит монумент дружбы. К сожалению, крепость давным-давно загорела, давным-давно еще на ее месте построили Троицкий собор. Собор уничтожили в 50-х годах, 20-го века уже, и как раз когда построили вот известный нам всем уфимцам монумент дружбы в 1957 году. Будем прекраснее, мягче, уфимский яркий свет! Сейчас мы находимся на том месте, где зародился наш город – восьмый элемент дружбы. Кто бы мог подумать, что раньше на этом холме была крепость, ее основали русские стрельцы. У каждого исторического места есть своя легенда. Есть она и у нашего уфимского Кремля. Легенда романтической любви башкерца Алмаза и русской девушки Полины. История этой любви написана в книге уфимского писателя Сергея Крулье «Легенда уфимского Кремля». Помимо этого рассказа, в книге описывается будничная жизнь стрельцов уфимской крепости. А сейчас послушайте отрывок из этой книжки. В крепости, согласно распорядку, пошла смена караула, и на смотровую площадку Никольской башни поднялись заступившие в дозор стрельцы. Двое. Старший, крепкий, рыжий бородач лет сорока и младший, еще без усы юноша. Оба, как положено, в красных кафтанах и малиновых шапках, с пищалями и бердышами. Так вот, значит, какая она, Синбирь, замер в восхищении младшей, впервые наблюдавшей необозримые пространства с высоты холма. «Не, это не Синбирь», — ответил старший, расчесывая бороду. «А что тогда, если не Синбирь? Что за страна такая?» — не поверив, удивился младший. «Башкирия, Синбирь и дальше будет», — пояснил старший. «И Сибирь, а не Синбирь». «Ладно, хватит лясы точить», — сказал старший. «Глянь за реку, тихо там, а ли нет, у тебя глаз поострее будет. А кого смотреть-то? Да кого увидишь, того и смотри. «Гляди, Кость, отец Дмитрий проснулся, из церкви вышел», — радостно сообщил юноша. Внутри крепости, помимо воеводского дома, приказной избы и прочих хозяйственных построек, стояла деревянная церковь с колокольницей. Возле церкви был устроен небольшой огород. «Да ты не в детенец, а за реку смотри, сколько же можно одной и то же твердить?» — возмутился бородач. Юноша прищурился и стрельнул взглядом за реку. «Какой-то человек на коне, один. Больше никого не вижу». Какие события из истории Уфы Сергей Крой запечатлел в своих книгах? Он очень интересовался историей. Он написал книгу «Ноглубикетерская и социалистическая». Это такая немножко фантастическая повесть, когда человек проваливается в начало XX века и смотрит, как живут люди, интересуются, и попадают в события, связанные с убийством губернатора Уфимского. Вот мы ничего ведь не знаем, как жили люди до революции. А оказывается, очень много чего интересного. Он ходил в архив, в то время еще не было интернета, компьютера не было. И он очень много времени проводил, но стали открываться архивы. И он много очень прочитал, много узнал о бытии людей, о том, как они жили. Вот, например, ведь мы же не знаем, что, оказывается, улица Коммунистическая, это Успенская улица. И там вот гостиница очень хорошая существовала, в которой были даже телефон. Это в начале XX века. Были номера с ваннами, вот такие номера были хорошие. Вот, какие цены, вот все вот эти интересные книжки, чем интересно на углу бикетовско-социалистической, что мы узнаем о жизни людей, вот где-то конца 19-го, начала XX века. Вот, очень интересно. Именно вот он первый, который поднял тему дореволюционной Уфы. Вот нет таких книг об Уфе. Вот нет пока. Я, по крайней мере, не сталкивалась с ними. И он эту тему потом развил и в завещание о помещице. Когда он описал события пожара в XIX веке, когда помещица Ирина Ивановна Бикетова дала деньги на восстановление улицы. Пожар был просто огромный. Очень много домов выгорело. И вот она на восстановление улицы, сама она не Уфимская, она сама жила в Москве и в Самаре, а вот дала деньги. Какие персонажи присутствовали в произведениях Сергея Круля? Первый персонаж, это, конечно, его собственный отец, Леонид Круль, художник. Потом вымышленные персонажи. Это герои, которые попадали из нашей жизни, в ту прошлую жизнь. И вот с помощью такого приема он отражал прошлые события нашего города. Писал о губернаторах, событиях, которые были связаны с убийством губернатора. То есть, например, человек, который убил губернатора, Гершуня, это тоже реальный персонаж. Но герои главные, конечно, это выдуманные люди. И вот в повести, например, «Девушка в сине», там образ молодого художника Макшанского, это тоже, конечно, выдуманный персонаж и образ девушки. Но это такой прием, с помощью которого он хотел описать быт Уфы начала 20 века. Обучающиеся видеостудии «Свет» станции юных техников города Уфы приветствуют зрителей на историческом мостике в Случевском парке. Сейчас этот парк называется «Садом Салавата Илаева». Мостик, на котором мы сейчас видим, соединяет две стороны глубокого оврага. Этот овраг стал причиной трагической случайности, произошедшей здесь, в Уфе, начала 20 века и описанной в повести Сергея Круля «Девушка в синем». Любовь главных героев Софьи Овчинникова и Петра Макшенского в повести возникает в атмосфере радости жизни и людского веселья. Ох, и многолюдно, и пестра, и шумливо бывает Уфа, в иные праздничные дни, точно гудящий, растревоженный улей, пеший, конный и санный люд усеял все дорожки, улицы и площади города. Нигде нет пустого места, всюду веселящийся народ. Весной, накануне Пасхи, герой, молодой художник, получил письмо из Москвы принять участие в художественной выставке. Он уезжает, обещав Соне, что приедет к Троице и пойдет с ней на выпускной бал по окончанию гимназии. Но героиня не дождалась своего возлюбленного в назначенный срок. Вышла за несколько часов до начала выпускного балла, поднялась на высокий берег реки Белой, оступилась, упала во враг и погибла. Отпевали героиню в Воскресенском кафедральном соборе, а похоронили на Иоанна-Притейнском кладбище. За прошедшие сто лет в кладбище с могилой трагически погибшей 17-летней гимназистки Софья Общинникова исчезла с карты города. Но память о Соне можно считать в висячий мостик в Случевском саду, спроектированный известным оксаковедом и краеведом Зинаидой Ивановной Гудковой. Что хотел донести Круль в своих произведениях нынешнему поколению? Очень часто Сергей публиковал свои статьи в вечерней Уфе или в советской Башкирии. И вот у него такие названия есть. Наедине с памятью, старину нужно беречь. Он все время призывал людей, и нынешнее поколение, и будущее поколение, чтобы была связь, историческая связь между поколениями, чтобы люди помнили историю нашего города, которую он очень любил. и призывал в своих произведениях, именно отражал свою любовь к Уфе. Вот это самая главная мысль. Через любовь к городу, любовь вообще к большой родине. У него даже есть песня, именно об Уфе, в которой он говорит, что я люблю именно старую Уфу. Не просто Уфу, а старую Уфу, он подчеркивает. Он ведь не только воспел Уфу в своих художественных произведениях, в прозе, он воспел Уфу и в своих песнях и романсах. У него очень хорошие песни, именно связаны с Уфой. И получилось на собственные стихи, потому что не было таких стихов об Уфе, в которых бы воспевался наш город, старый город. А вот Сергей пришлось ему сочинять песни, например, «Я родился в Уфе», песня у него есть, «А мне милее всего Уфа», «Случевский сад» – это романсы. «Я родился в Уфе», в этом городе тихом и скромном. Я привык к нему, и его у меня не отнять. Сколько лет я хожу по нему, как бродяга бездомный, сколько лет суждено мне ходить по нему и вздыхать. Боже, как я люблю двор, где вырос, и улицу. Без нее сиротеет и рвется душа. Здесь впервые о жизни своей я задумался. Здесь спокойнее, проще и легче дышать. Как хотелось бы мне полететь в небо легкой ласточкой, и родные места с высоты не спеша глядеть, и слезу терев вспомнить детские наши чудачества, и в беседке Случевского парка весной посидеть. Я отдал бы все, чтобы видеться с мамою, и отца набегу неуклюже обнять. Пусть березам не машет листвою упрямою Ничего не вернуть, только верить и ждать. Сергей Круль стремился воспитать у подрастающего поколения любовь и гордость к своей малой родине, потому что именно она, связанная с эмоциональными понижениями, является частью к становлению личности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok